Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телекомпания Обнинск ТВ, программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Ямкина. Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Калужской области, директор Обнинского молодежного центра Татьяна Валентиновна Баталова. Татьяна Валентиновна, здравствуйте! Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые телезрители! Знаете ли вы о деятельности молодежного парламента Калужской области? Так сегодня звучит наш интерактивный вопрос. Уважаемые телезрители, вы сможете принять участие в нашей беседе. Сегодня у нас прямой эфир, телефон нашей студии 3944332. Также вы сможете отправить свой вопрос нашему гостю посредством интернет-коммуникации www.obninsktv.ru В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Итак, Татьяна Валентиновна, если пока у нас не поступают вопросы, начнем беседу правильно? Правильно, но я буду рада ответить и на ваши вопросы. Татьяна Валентиновна, проводится огромная работа с молодежью. В первую очередь предлагаю поговорить об этом направлении вашей деятельности. Например, с 29 по 30 октября Наукоград захлестнула волна бизнес-идей. Такие магические слова произносились как хакатон. Скажите, пожалуйста, что это за проект? Это уже проводилось второй раз в нашем городе. Данное мероприятие объединяет ребят и тех, кто владеет именно технологиями программирования, а также веб-дизайном и других, кто может и способен вырабатывать креативные идеи. При поддержке Агентства инновационного развития, администрации города Обнинска и Атения УМИФИ, вот уже второй раз проводилось такое знаковое мероприятие, когда собирается молодежь, желающая притворить свои идеи за определенный интервал времени, от идеи довести до прототипа именно того самого программного продукта, и воплотить это в реальность. Масса инициативных предложений и проектов возникает. Дальше это находит поддержку в таких конкурсах, как «Умник», «Старт» и многие другие. Кстати, в Агентстве инновационного развития поддерживаются не только проекты и инициативы молодежи, связанные с информационными технологиями. Все, что привносит изменения в развитии нашего города, может повлиять на изменения и улучшение качества нашей жизни, также находит поддержку в замечательном Агентстве инновационного развития Калужской области при поддержке тех людей, кто готов взаимодействовать и помогать молодежи от идеи до конкретных результатов их проектов доводить дело до конца. Мероприятие знаковое, очень интересное, это безусловно. Татьяна Валентиновна, 9 ноября открылся первый в Обнинске эколого-просветительский пункт приема в Торстерья на базе Иотене Яумифи. Это один из этапов реализации другой инициативы, выдвинутой молодежью. Есть такая инициатива. Молодежь у нас многогранная. Весьма. Сначала бизнес-идеи, затем экологические проекты. И не только экологические проекты, еще и патриотические, и пропаганда здорового образа жизни, и именно развитие города, и творческие, конечно же, проекты, и помощь тем, кто нуждается в особой поддержке. Все это в поле зрения молодежи и именно конкретные предложения по улучшению всех названных направлений молодежь способна не просто выдвигать идеи, а предлагать именно конкретные дела. В частности, касаясь данного проекта, о котором вы сказали, что в ИОТ открылся именно сбор раздельного, ну, точки, да, раздельного сбора мусора, это проект, который выдвинут инициативной группой «Курс на чистый Улбнинск». Ирина Гордеева является руководителем данного проекта. Он включает две части, не просто установка и сбор, вот именно при использовании технологии раздельного сбора мусора, но в большей степени именно просветительская направленность, почему это необходимо, какие выгоды получает общество, почему целесообразно именно сохранять природу, участвуя даже вот в таком процессе. Все это входит в те мероприятия, которые вот эта инициативная группа, работая в Улбнинске, реализует. У них партнерами являются именно калужские ребята, мы разделяем, есть такое движение, и вот технологии, обогащая друг друга, развивают это направление здесь. И то, что в Улбнинске появилась первая точка такая, да, от раздельного сбора мусора в высшем учебном заведении, я думаю, что это первый шаг. В Калуге очень много уже различных и вузов, и образовательных учреждений подключились к этому, а также именно и органы власти. Впереди масса затей, идей, и мы пожелаем только успехов этой инициативной группе. Улбнинский молодежный центр поддерживает эту группу. Поэтому при поддержке и общественного фонда города Улбнинска стало возможным воплотить идею в реальность. Дальше больше. Татьяна Валентиновна, то есть, а кто может туда принести свой мусор? Сейчас у нас обнинцы привезут вам столько туда мусора. Ну, в городе у нас организованы именно места, где можно бытовое... То есть, это только для студентов? Ну, в большей степени, конечно же, это направлено на те, кто посещает учебное заведение, и преподавательский состав. Самый главный акцент не даже на том количестве, которое будет собрано через специализированные эти контейнеры, а на том, чтобы каждый из нас задумался, что немножко прилагая усилий, мы экономим значительно те самые природные ресурсы, сохраняем экологию, и позволяем именно снижать себестоимость достаточно дорогостоящего процесса мусоропереработки. Татьяна Валентиновна, а куда потом этот мусор направляется? Инициативная группа взаимодействует со специализированными организациями, налажены партнерские контакты связи, и, соответственно, макулатура уходит на пункты переработки вторичного сырья, ну, точно так же поступает с пластиком и так далее. Кроме вот таких проектов есть масса других. Стоило бы, наверное, сейчас поговорить о недавно, опять же, проведенном образовательном форуме областном, где принимали наши студенты и молодежь из города Обнинска. Я говорю о новом формате. Так. 2016. Это ежегодно проходит такой форум при поддержке Управления молодежной политики Калужской области. собирается молодежь, узнает, каким образом можно от идеи прийти к результату, составляет свои проектные заявки, далее презентуют уже перед экспертами, отвечают на вопросы, защищают свои идеи, и победители получают тот самый грант на реализацию проектов. Да, может быть, суммы это небольшие, но, тем не менее, первые стартовые шаги, которые можно сделать при поддержке вот этой грантовой, весьма знаковые и значимые. В этом году гордость для Обнинска, в общем-то, можно гордостью именно считать то, что Анна Герасимова с проектом Академии успеха стала победителем в направлении карьера и профориентации. Замечательный проект, который реализует Анна как руководитель вместе с выпускниками кафедры дизайна и искусствоведами, которых она привлекает к работе, с детками развивая их, и дизайнерские качества, и коммуникативные навыки, и те уже, ну, первые журналистские шаги даже, которые ребята возраста от 4 до 12 лет, работая безусловно по возрастным группам, достигают, заслуживают особого внимания. По другим направлениям, это и в направлении здоровый образ жизни, и молодежные СМИ, и другие проекты также представляло еще 12 человек из города Обнинска, это студенты ИОТ, как я уже сказала, заслуживают особого внимания. И даже если эти проекты не получили гранта со стороны областного молодежного центра и управления молодежной политикой, это не значит, что эти проекты не будут поддержаны нами. В молодежном центре велась подготовка ребят к участию в форуме, помогали мы именно сформулировать и идеи, и мысли свои, и подойти к составлению проектной документации. Все идеи заслуживают внимания, это развитие студенческого отряда и формирование волонтерского отряда, который будет пропагандировать здоровый образ жизни в городе, при этом очень интересный, действительно интересный, совпадающий с потребностями молодежи и образом жизни молодежи, руками молодежи будут делаться. Мы, безусловно, это будем поддерживать. Кстати, еще есть одна тоже достаточно уникальная такая радость для нас, то, что вслед за взрослым, скажем так, новым форматом, уже на другой базе проводилась школьная смена нового формата, и школьники из нашего города стали тоже призерами. То есть это подрастающее поколение. Да, да, и это все как раз свидетельствует о том, что при многогранности тех самых интересов и направлений, где готова молодежь проявить свою активность, вот многопрофильность такая, уже не просто позиция «дайте нам», а «мы готовы включаться в работу, мы знаем, что делать», при помощи поддержки организаций и людей, готовых включиться в реализацию проектов вместе с молодыми людьми, будут качественно новые изменения, и это очень радует. Татьяна Валентиновна, просто можно даже не задавать вам вопросов. Вы готовы разговаривать о своей профессии часами. Я очень люблю работать с молодежью, потому что энергетика, та позитивная энергетика, и те критические, свежие идеи, критические взгляды, которые есть на нашу жизнь, являются не просто источником, энергии твоей собственной, но еще и выявляется очень масса новых направлений и возможностей действительно улучшения нашей жизни и заботы о тех, кто нуждается, кому нужна помощь. Это интересно. Про новый формат мы с вами поговорили. Есть у меня вопрос, о котором вы еще не сказали. С ноября по декабрь проводится областной конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов по профессии фельдшер скорой помощи. Расскажите, пожалуйста, это тоже важно, особенно для Обнинска. Очень интересный, действительно, знаковый конкурс. Отмечу, что ОМЦ и Управление молодежной политики Калужской области не только по данной профессии проводят конкурсы. Недавно совершенно завершился именно конкурс уже на получение лучших специалистов. В кадровой работе были приглашены те, кто желает именно проявить свои знания, возможности продемонстрировать. Точно так же по самым разным именно направлением и специальностям проходят такие конкурсы. То, что касается именно названного вами конкурса, конечно, высокая актуальность его, она не может быть как-то обсуждаема иначе, как здорово, что это есть. Конкурс только начался. До 25 ноября идет прием заявок тех молодых людей, которые в профессии фельдшерской службы готовы поучаствовать в конкурсе на сайте молодежь40.ру через управление молодежной политики могут зарегистрироваться. И уже после того, как будет сформирован состав конкурсантов, именно они узнают, какие испытания им предстоит выполнить в ходе проводимого мероприятия. И будет выявлен молодой специалист. Я призываю всех, кто... То есть испытания сейчас пока... Нет, идет подача заявок до 25 ноября. И уже вслед за этим будет назначена дата, когда состоится сам конкурс. Безусловно, мы желаем успехов нашим, обнинским ребятам, кто захочет проявить себя и поучаствовать в этом конкурсе, только успеха. Но для этого следует проявить активность. Сначала подать заявку. Мы будем переживать, болеть и поддерживать всех конкурсантов. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня в студии депутат законодательного собрания Калужской области, директор Огнинского молодежного центра Татьяна Валентиновна Баталова. Задать свои вопросы вы сможете по телефону 44332, код города 39. Также можете задать свой вопрос через интернет www.ognensktv.ru В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку задать вопрос нашему гостю. Ждем вопросов. Ждем вопросов. И хотелось бы перейти к основному нашему вопросу сегодня. Формирование нового состава молодежного парламента Калужской области. Мы сегодня дошли до этого вопроса. Он у нас вынесен сегодня на интерактив. Расскажите, пожалуйста, о деятельности парламента молодежного. Молодежный парламент это уже пятый созыв, как работает. Каждый созыв работает по два года. Это представители всех муниципальных образований районов нашей области. В составе всего 40 человек. Сегодня идет процесс формирования нового состава. Завершает срок своих полномочий пятый. И уже приступили к формированию нового созыва. Формирование нового созыва происходит по установленной процедуре и регламенту. Это будут представители студенчества от учебных заведений среднего специального образования профессионального и высших учебных заведений. Это будут представители, конечно же, муниципальных районов и муниципальных образований Калужской области. И также политические партии смогут представить свои кандидатуры для вхождения в состав. Таким образом, сформируется новый пул активных ребят, которые будут обладать правом вести законотворческую деятельность. Достижением, наверное, действующего и завершающего свои полномочия именно созыва хотелось бы, наверное, особо отметить, является разработка, выдвижение инициативы. И по результатам этой деятельности уже молодежного парламента был принят закон, об ограничении продажи алкогольной продукции лицам соответствующего возраста, то есть молодым ребятам в части. Именно очень существенные были наложены ограничения по продаже алкогольных тоников. Вот те энергетики, которые существенный вред наносят молодым людям, молодым организмам. То есть это инициатива молодежного парламента? Да, это инициатива молодежного парламента, действующего при законодательном собрании Калужской области и уже эта инициатива нашла поддержку не только у нас в области, но и дальше. Также ребята активно работу ведут по контролю, наверное, исполнения именно тех самых законов, которые связаны с нахождением детей в ночное время на улице, несовершеннолетних, без сопровождения взрослых, по продаже алкогольных напитков, которые в точках, где даже не спрашивают, то есть вот выявление таких фактов в пресечении таких мер. Но не только в этом работа нашего молодежного парламента заключается. Очень большую работу ребята проводят в части развития патриотического воспитания и работы с молодежью. Те акции, которые ярко проявляются, конечно же, приуроченные к дате 9 мая, но это не означает, что только в это время ведется такая массированная работа по патриотическому воспитанию молодежи. В течение года тоже очень много больших, ярких событий, встречи с ветеранами, забота о них, ухаживают за местами боевой славы и захоронениями. Вот самый широкий пласт. Конечно же, молодежный парламент рассматривается как некий кадровый резерв для будущих депутатских, уже депутатского корпуса всерьез. Но уже сегодня ребята, участвующие в обсуждении закона, проектов, имеют право выходить законотворческой инициативой на законодательное собрание и выше. Кроме молодежного парламента работает очень активно именно в этом созыве Совет молодых депутатов законодательного собрания. В данном случае объединение этой группы существенное по численности своей. Это 340 человек по всем муниципальным образованиям. Они входят в этот совет. Но есть президиум, есть комитеты, и они обсуждают и тоже обладают правом выступать с законодательной инициативой, предлагая какие-либо изменения. Вот сегодня, например, на заседании комиссии по ЖКХ в законодательном собрании мы как раз обсуждали идею и инициативу Совета молодых депутатов. Татьяна Валентиновна, я медленно, но верно подвела вас к тому, чтобы вы рассказали о вашей депутатской деятельности. Вы у нас депутат законодательного собрания Калужской области. Расскажите для начала нашим телезрителям, в каких комитетах вы трудитесь и над какими документами сейчас работаете? Я работаю в комитете по бюджету финансовым и налогам законодательного собрания Калужской области, а также являюсь членом комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству. Комитет по бюджету финансовым и налогам естественно основная наша задача это рассмотрение формирования и принятия бюджета Калужской области областного и консолидированного и все, что связано с формированием доходной части, расходной части на определенный плановый период это является нашей основной. Но это не означает, что мы фокусируемся только на принятии бюджета и контроле его исполнения. Наш комитет работает и участвует в рассмотрении всех вопросов связанных с социальной обеспеченностью и защищенностью наших граждан. Связанных с вопросами развития экономики и создания инвестиционно привлекательных условий для формирования и развития новых производственных точек. Самые разные инициативы, которые могут быть с образованием различных новых территориальных поселений и так далее. Все, что является фокусом внимания законодательного собрания проходит через наш комитет. Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству безусловно рассматривает все наболевшие вопросы связанные с этим. И вот сегодня в течение дня как раз я работала в законодательном собрании, у нас был комитет и сегодня в законодательное собрание поступил бюджет для рассмотрения, бюджет Калужской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы. Мы возвращаемся к рассмотрению именно бюджета трехгодичного срока планирования. Начался процесс его изучения и будет уже в установленном порядке рассматриваться доходная часть, расходная, будут проводиться публичные слушания. Мы очень много задаем вопросов всем, кто причастен к исполнению бюджета, поэтому очень кропотливая работа. До конца года мы должны будем принять бюджет. Татьяна Валентиновна, уже известно, какие расходы, какие доходы? Мы только его получили. Мы приступаем к его изучению и рассмотрению, поэтому все поэтапно. То есть пока еще никаких комментариев не может быть. Комментарии могут быть только одни. То, что адресная поддержка тех, кто нуждается, то, что рациональное использование бюджетных средств и распределение их для реализации главных программ, связанных с обеспеченностью нашего населения, с исполнением социальных обязательств на уровне области, все это должно сохраниться именно в этом ключе. С точки зрения адресного рационального использования и помощи тем, кто в этом действительно нуждается, будет рассмотрение проводиться. Татьяна Валентиновна, расскажите, пожалуйста, какой законопроект сейчас готовится по капремонту? Да, буквально сегодня мы обсуждали и вот на следующей неделе на сессии законодательного собрания этот вопрос будет включен в повестку. Те выплаты, которые в этом году были по капитальному ремонту нашим пенсионерам, одинокопроживающим, планируется рассмотреть возможность сохранения этих выплат и в будущем году, и в плановом периоде. То, что мы начали делать и то, что сегодня работает, продолжать безусловно нужно. Для этого нужны те самые возможности нашей экономики и сохранение вот этой социальной адресной помощи. это одно из приоритетов. На сессии будет рассмотрен законопроект. Хочется выразить уверенность в том, что такое благое начинание будет сохранено. Но решение законодательного собрания будет на следующей неделе. Пока рассматривал только наш комитет и другие комитеты безусловно тоже изучают этот вопрос. Наше общее мнение будет в следующий четверг. у нас остается пара минут. Я хотела бы вам задать такой вопрос. А как вы оцениваете команду, в которой вы работаете? Быстро ли удается найти компромиссы? В общем-то у нас даже споров мало возникает для того, чтобы какие-то компромиссы искать. В комитете по бюджету финансовым и налогам работают действительно профессионалы. И председателем комитета является Ешанина Ирина Викторовна. Это человек, который не первый год уже возглавляет комитет, очень хорошо организует работу. И даже нам, новичкам, которые включились в работу этого комитета, очень комфортно и хорошо обсуждать все вопросы, которые у нас есть, находя ту самую поддержку и отклик. Поэтому работать в комитете очень комфортно, очень хорошо. И я многому научилась. у наших коллег в законодательном собрании во время проведения сессии также очень конструктивно проходят обсуждения. Поэтому все хорошо. Татьяна Валентиновна, спасибо за ответы на вопросы. Очень подробно. Ну что ж, у нас есть вообще пара минут для того, чтобы быстро подвести итоги нашего интерактивного голосования и будем уже прощаться. Знаете ли вы о деятельности молодежного парламента Калужской области? 95 человек говорит, что да, знает, и 114, к сожалению, пока не знает. Ну что, прокомментируете? Я очень рада большому количеству действительно, во-первых, проголосовавших, и то, что достаточно большое количество людей знает о том, что делает наш молодежный парламент. В то же время именно вот то, что превышает количество не знающих о их работе, подтверждает ту логику, которую для себя определяет молодежь. Больше информировать о том, что мы делаем. Именно такой вектор в составе будущем будет взят обязательно в своей работе. Что ж, пора прощаться. Благодарю. Благодарю за внимание и благодарю за эфир. Это была телекомпания Огницк ТВ, программа «Власть» и я, и ведущая Марина Ямкина. Смотрите нас каждый вторник, четверг, в 18 часов 30 минут. До встречи в эфире. Всего доброго. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин